Друзья, привет всем! С вами я, Надежда, и мой канал Сочи и путешествия. Я начинаю цикл видео о городе Сухум, Абхазия. Видео будет примерно 6-7 штук. Они будут о современном Сухуми, древнем Сухуми, музее, обезьянный питомник, Сухум, разрушенный войной и так далее. А начнем мы с ролика «Ностальгия по Сухуми». Этот фонтанчик, он еще с советских времен, и здесь всегда текла водичка, чтобы можно было напиться. Сейчас к нему подойдем. Здесь есть табличка, но очень плохо, неразборчиво уже написано, стерлась. Но здесь написано так. «Память – это единственный рай, откуда нас не могут выгнать». Красиво сказано. А это кафе «Эльбрус». При Советском Союзе это было рабочее, естественно, кафе, молодежное было кафе. Здесь рядом стояли, вот здесь вот до синих этих столбиков, все, стояли столики. И молодежь здесь отдыхала в те времена. Ну, а сейчас вот это все, что осталось от кафе. А вот небольшая площадочка еще со времен Советского Союза осталась. Все пошарпанное, конечно, старое-старое стоит. Но качельки еще действуют до сих пор. И даже касса сохранилась. Это бывший автодром. Наверное, кто бывал в те времена в Сухуми, в отпуске, катали здесь своих детишек. Кто узнает, кто был? Пишем в комментариях. Комсомольцам, погибшим в борьбе с врагами советской власти в 1924 году. Вот стоит вот такой монументик. Это все на центральной набережной. Ну, а сейчас я иду по набережной. По центральной набережной в городе Сухуми. Очень большая она. И подходим мы к морпорту города Сухуми. А здесь у морпорта, вот у дороги к морпорту, вот мы сейчас заходим в морпорт по этой асфальтированной дороге. С левой стороны, вот здесь вот такое все в таком виде, это когда-то были деревянные настилы, которым причаливали прогулочные пароходики. Ну, сейчас, конечно, этого ничего нет. Вон рыбачок рыбку ловит. Этот ресторан Амра в переводе означает солнце. Апра, это кафешка. Это ресторанчик небольшой. Это был еще с советских времен. Ну, вот до сих пор живет. Это приятно. Амра. А вот он, эвкалипт. Сколько ему лет. Страшно подумать. Амра. Ой, в диаметре примерно, наверное, метра полтора, как не больше. Вот такой у него ствол. Вот такой. Эвкалипт. Это был прогулочный причальчик такой. Какие-то маленькие кораблики сюда при советах причаливали. Прогулочный причал. Как раз напротив морпорта стоит вот такое здание. Старое, старое. Уже балкончик, по-моему, еле живой. Крыша у него уже обваливается. И наверху стекла побиты. Это обыкновенный жилой дом. В царское время здесь, по-видимому, жил кто-то один, наверное, хозяин. А сейчас я хочу вам показать здание. Вот это. Вот это белое здание и наверху кованное такое оформление всё. Так вот, это оформление... А лучше пускай она сама скажет обо всём. Вот это прекрасное оформление на этом здании сделал ещё мой папа. В советское время СССР. До сих пор стоит. Я горжусь своим отцом, своим папулей. Согласна. Красиво. Всё-таки красиво, хорошо, тепло. Хоть сегодня и пасмурно, но очень хорошо. Сейчас пройдём дальше по набережной. Что-то меня хотят привезти на какой-то пляж. На собачий пляж, который называется так уже испокон веков. С советских времён. Народ гуляет, но народу мало, конечно. Но есть народ. И вот... Красиво. Может быть, то, что я уже привыкла к Сочи, ко всему. И мне хочется что-то другое, что-то такое новенькое. И поэтому кажется, что это новенькое красиво. Но мне красиво и хорошо. Душа отдыхает. Не зря говорят, что Абхазия страна души. Да. Вот пересекаешь только границу и едем на маршрутке. Кстати, на микроавтобусе от границы до Сухума стоит билет 250 рублей. А если там же рядом остановка есть автобусная. И если на автобусе ехать, то 200 рублей. На 50 рублей дешевле. Но ехать дольше на автобусе. Маршрутка быстро проскакивает. Так что вот. И вот я же начала о чём говорить. Абхазия страна души. Вот именно духовная. Вот едешь, вот здесь всё. Может быть, потому что мы сами дети Советского Союза. Что с тех времён... Вот я приезжаю сюда как в свою юность. Потому что здесь вот эти пятиэтажки, вот эти, которые вот у нас в то время были. И здесь всё осталось именно в таком виде, как было при Советском Союзе. И поэтому, естественно, ностальгия сразу идёт. Ностальгия, потому что хорошо здесь. Духовно хорошо здесь. Ну, а теперь пойдём дальше. Море рядом. А мы идём, направляемся на собачий пляж. Вот, Галечка идёт вот оттуда. И вот здесь всё. И вот туда всё. Это и есть собачий пляж. Говорят, что здесь очень мелкое море в этом месте. Идти нужно будет долго-долго. Вот речка втекает здесь. Ну, здесь купаются. Вот так вот. А вот здесь, недалеко от собачьего пляжа, стоит вот такой старенький-старенький домик. Старый. Видно, что он тоже, ну, много ему лет. Много, конечно. Не знаю. Сейчас, наверное, там никто не живёт. Вот тоже стоит развалина такая. Пока никто не сносит ничего. Хотя следом дальше стоит какой-то прекраснейший дом. А это здесь вот так. Вот эта зелёная площадочка вся обсажена кустарником, вот этим невеста. И вот на этой территории здесь был архив. И Абхазский институт истории. Но во время войны грузинско-абхазской всё это сравняли с землёй. Теперь обсажено всё вокруг кустарником, невестой. А это знаменитые фонтаны. Драконов только здесь поменяли. При Союзе были другие. Везде цветы. Кала-надо. А сейчас мы подошли к парку. И здесь есть одно место, очень значимое место. Сейчас мы к нему подойдём. Как роса блестит. Вот с советских времён стена у дома вот так обделана. Это дом культуры для детей. Здесь всякие-всякие кружки для детей. Беседка тоже с советских времён ещё осталась. И вот мы пришли в этом парке вот к этому знаменательному месту. Когда-то это гремело на весь Советский Союз. Читаем. Здесь была могила Надежды Курченко, той самой стюардессы на самолёте, который хотели угнать в Турцию. Но сейчас самой могилы здесь нет по просьбе родственников, матери, по-видимому, как вот говорят местные жители. Могила была перенесена на родину в виде памятника. Была скульптура её сделана. Осталась вот эта доска с этого места захоронения. И вот сейчас пройдём к этому месту. Значит, как я уже говорила, прах дочери мать увезла на родину. А сама скульптура снята для реставрации. Вот на этом месте она стояла. Ну, по-видимому, отреставрируют. И здесь снова появится эта красивая скульптура в память о Надежде Курченко. Ну, в были времена это был красивый ухоженный парк. Сейчас он вот в таком виде. То есть здесь уже просто деревья и вот эта вот дорожка. Вот такие вот декорации тоже с советских времён остались. Сейчас мы на них посмотрим. Вот эта остановочка, которая находится рядом с филармонией. Вот за неё здесь Алена что-то хочет сказать. Это центральная остановка, называется Горсовет. И мы здесь встречались. Когда не было суток телефонов, мы говорили, встречаемся на Горсовете. В такое-то время. И мы прибегали сюда. Дальше поворачиваемся. И вот это парк. Центральный парк. Здесь было много качелей. Каруселей. Здесь были развлекательные центры. Всё. Сейчас просто парк. Но в моих глазах всё это... Всё моё детство. Вся моя молодость. Вот я понимаю, понимаю Алену. Да, она здесь родилась и выросла. Война заставила отсюда уехать. И вот её ностальгия. По тем временам, как они жили, их детство и юность проходила здесь. В мирной Абхазии. До какой степени было им здесь хорошо. И вот это можно понять. У каждого есть свой город. Свой любимый. Свой город детства. Вернуться сюда и посмотреть. Это, конечно, бальзам на душу. Воспоминания. Детские, юношеские воспоминания. А это единственные часы в городе, где влюблённые до сих пор назначают здесь свидание. Государственный русский театр драмы. Вот на этом месте здесь был огромный кинотеатр Абсны. Это знаменитый Красный мост. Мужья шутили своим женам. Будешь плохо себя вести, пойдёшь зарабатывать на Красный мост. Так оно и осталось. А сейчас пока. До встречи.